Чтобы ускорить разогрев конкретных мышц, давайте сделаем вот такое упражнение. Я там где-то показывал, как это, массажисты зарабатывают деньги практически простыми движениями. Знаете песню такую? «Простые движения»? Это массажистов песня. Потому что практически вот так вот мы зарабатываем деньги, вот так вот зарабатываем деньги. Вот так вот зарабатываем деньги, любыми движениями. Где-то вот локтем водим. То есть есть масса способов, как их можно заработать. Подробнее на тренингах. Сейчас смотрите. Делаем вот так руки. Инвертировано друг к другу, да? И у нас получается вот такая вот мягкая подушечка, которую мы начинаем обнимать и обволакивать какую-то группу мышц. Ну, допустим, мы сейчас говорим про вот эту. Делаем это достаточно антично. Вот так вот. Разогреваем, да? Движения старайтесь вести от шеи, от центра. Да. От центра к лечице. К лечу. Я имею в виду, руки вот так, где-то удобно. Да. Мне кажется, вот так вот поудобнее. Ну, вот так вот удобнее, как ты показываешь, вот так, да? На прямых мышцах, то есть если они будут открыты вот здесь. А-а-а. А когда мы вот тут, просто мы больше захват, да? Больше площади. Одну руку тянем в одну сторону, другу в другую. Крапивка. Не крапивка, не кожа. Крапивка на коже делается. А мы делаем с глубокими мышцами. Мы берем как можно глубже эту мышцу и зажимаем ее вот этими пальцами, вот этими местами. Мы ее как бы вот так, вот так вот растягиваем. И опять идем от шеи к периферии. В данном случае наши все движения делаются от центра к периферии. То есть мы уже глубже идем, да? Можно? Да-да-да, не забывайте, я быстро рассказываю, два плеча охватывать. Давайте с двумя работать плечами. Алексей, получается? Да. Здесь просто разогревать не надо, здесь все горит. Все горит. Тебе повезло. С пациентом, так скажем. Далее можно еще глубже уйти. Мы уже вот этим большим пальцем, то есть делать то же самое движение на разрыв, да? Мы большим пальцем упираемся вот этим. Не знаю, тут видно вот так на камеру. Глубже. То есть мы туда вдавливаем его. Один пальцем вдавливаем, а движения те же самые. То есть широкую мышцу захватываем и оттягиваем в сторону. А пальцем как бы продавливаем туда. Попробуйте. Вот смотри. Если ты сюда идешь, движи. Держи. Пальцем просто вот туда. Вот так. В противофазе. Ну вот смотри, это жука. Да, потом сюда, потом сюда. Боль? Ну, там боли не должно быть. Есть такие методы, когда я просто сам себе помогаю, захватив вот эту вот мышцу, грубую, да? И вот так вот покрысти ее можно. Как котенка. Немножко болезненно, да. Но вот включая вот такие вибрационные уже техники, мы приносим гораздо больше пользы человеку, потому что эту вибрацию практически никогда мы не испытываем. Особенно, когда мы в такой фазе живем, когда работа, дом, дети там, магазин, потом опять работа, дом. Нет, стой. Сейчас мы продолжим. Реклама боржоя. Далее делаем разводку. Всех плеч вот так, грубо, хватаем сразу. Упираемся большими пальцами практически в позвоночник и стараемся распрямить человека. Так вот, искусственно его назад. Да, да, вот так вот. Расправляем его спиной. При этом мы на самом деле проходим особые точки, которые находятся вдоль лопаток. Вот тут вот. Я двигаю на камеру, не видно? Да, развиваемся. Спина вот сюда. Проходим вот эти вот точки, которые идут вдоль лопаток. Это акупунктурные точки, которые часто используют в техниках и вибрационных массажей, и точечных, и... О, смотри, тут даже больно, да? Вот смотри, вот тут блок, вот у него сидит. Вот. Кстати, вот сразу даже, да, вот не изучая никакой анатомии, можно сразу пальцами просто чувствовать эти места. Вдоль позвоночника они идут вот по касательной мышце. Ну, во-первых, продольные, да, широкие мышцы. Мы их не трогаем, они, если уж зажаты, то сейчас это не наша тема, мы сейчас с ними ничего не делаем. А вот эти маленькие показательные, которые идут в мышце, да, мы их находим пальцем вот они, жестко, и продавливаем. Шиацю. Это вот техника шиацю так называемая. Когда мы на... Ну, считайте, что скованная мышца, например, она практически как такая пиявка, как палец толщиной, вот она прям лежит, ее можно почувствовать, она жесткая. Мы ее находим, да, и самое жесткое место в ней нажимаем, и такими круговыми вибрациями так как бы ввинчиваемся, потом выходим оттуда, ввинчиваемся, выходим оттуда. Три-четыре раза бывает достаточно, чтобы человек уже начинал не отбольствовать, а от того, чтобы ему приятно. Он начинает... Ах... Такие звуки сдавать. Давай. Вместе давай. Не заживай, да? Сильнее будем ли с первого раза? Не каждый готов, естественно, к массажу, тело надо подготавливать, поэтому обычно количество сеансов тоже бывает разное. Кто-то говорит, о, мне там со второго раза помогло. Не помогло, это временно. На самом деле, чтобы реально человек получил результат, ему надо рекомендовать, вы как профессионал можете рекомендовать 10-15, это минимум массажа за курс, за один курс. А некоторые уходят и пожизненно на массаж. И это так, что думайте, еще одна ваша статья доходная. То есть вы можете найти проблему, диагностировать, и его тоже заживайте. Что-то там все спина плохая. То есть растягивайте время предпровождения клиента с вами. Пока он ходит к вам 15 сеансов, за это время вы можете изучить что-нибудь дополнительное, какие-то техники, например, тибетские поющие чаши. И особенно, если вы встречаетесь с ним в комфортных условиях, например, дома, то можно предложить дополнительно что-нибудь или обертывание. Обертывание просто долго делается, например, 30-40 минут. Женщина входит замутанная в полицилин. Плюс дополнительно это можно предложить. Так что вот эти все дополнительные методики у нас будут на других курсах. Так, проработали точки. Теперь перейдем к точкам, которые я просто на себе не показывал, как я делал. Я обычно беру сразу вот эту вот грубую мышцу, да, и вот ее стараюсь вот так вот туда оторвать от позвоночника. Можно помочь второй рукой, наклоняя голову в другую сторону. То есть на самом себе, да? Да, на самом себе. Ну, даже можно не отрывать. Давайте потенцируемся. Вот первая лиспотом мышцу. И даем по диагонали вот туда, в верхний угол потолка. А голову наклоняем сами себе в противоположную сторону. Но мягко. О, у меня сейчас такой хруст стоит. Не вниз голову, туда, в противоположную сторону. Подожди, не уходи. Вот, можно поменять? Да? Ну, давайте. Вы поменяйте, да. Натяжение, да? Да, идет натяжение. Голову, да, да, вот так можно, только дави. Сюда? Да, в спину, в сторону спины себе. Вот так. Да, вот туда, голову туда. Смотрите, как голова на самом деле. Не просто она поворачивается в бок, и она не крутится. Она делает такое спиралевидное движение по вот этой формуле, которую я нарисовал на грифмической спирали, помните? Да. Она вот везде происходит. Вот даже, вот, многие думают, а, теорию читает человек. Это все в жизни так построено. Самураи, когда учат мечом махать, они всю эту спираль делают за своего тела. То есть они, когда махают, у них раскрывается вот меч, да, кисть шевелится, вот этот сустав шевелится, и вот этот, да. То есть получается замах. Форму, если прочертить, ну, если такие светящиеся, например, точки на кончике меча сделать, то он рисует вот часть этого грифмической спирали, то же самое и с осуществлением у нас есть в позвоночнике, которые вот обтадут до шеи. И поэтому мы голову вращаем не туда, а вращаем вот так вот, как вы представьте, что это самурайский меч. То есть он вот так вот делает, по вот такой диагонали. Стараемся шире охватить, то есть мы на самом деле дарим не в пол, не в стену, а где-то вот на 2 метра впереди пола. Вот такое вот такое вращительное движение. При этом, ну, я показывал на себе, а теперь можете вот на другом человеке это сделать. Смотрите. При этом мы вот в это плечо упираемся своим локцем, да, чтобы иметь опор. И вот так вот мягко, здесь вот так вот мягко, когда вы в ту сторону, назад, 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 туда. А если тут не обязательно будет? А если там какая-то проблема, ничего не будет высказать ноги? Чем проблема? Ну, это какой-то колес, смещение, еще чуть даже. И вот это будет паципально, как-то, наоборот, это улучшит его. Во-первых, да, но тут уже, это уже касается мануальной терапии, когда мы можем захватить конкретно позвонок и лечить его от сколиоза, такими движениями, да. То есть, поворачивая голову отец, позвонок тянем в обратную сторону. Но сейчас мы об этом не будем заходить, это слишком для первого этапа сложно. Мы проходим вот массаж плечевого пояса. Назад голову. Еще раз вот так. Раз. Чувствуешь, тянется? Тянется. Вот. При определенной тренировке, делая самому себе, у меня прямо вот, я чувствую, как у позвоночника, да, есть суставы, которые перекрепляются, ну, мышцы через суставы перекрепляются. И когда я так делаю, они прямо так, как бы, так, не то что на разрыв, как бы, вот, расслабляются, выходят из пазлов из этих. То есть, это не хруст, это, как бы, такое, ну, как бы, скрежет, что ли, скрежет этим суставами. Но потом сразу чувствуется приятно, потому что потекла энергия, потекла кровь в голову. Проходим, давайте, вот, быстренько, не расслабляйтесь, делайте, делайте, по парам разбились. Давайте поменяемся парами. Наоборот, Олег, можно, коротко, в течение минуты одну интересную штуку расскажу. Вот у меня, вот, у меня очень сильный сколиоз, очень сильный, у меня вот мышцы, вот, очень сильно зажатые, а насчет мануальной терапии, это вообще идеал, это очень большие бабки. Когда-то давно я пришел к мануальному терапевту, он с меня, не помню, взял пол зарплаты. Мне у его терапии, он буквально затратил на меня 10, как меньше 10 минут. Вот, меня хватило на 2 месяца, у меня мышцы не болели, у меня все мышцы вдоль позвоночника, они скованы, у меня видите, какой сильный сколиоз.